Спрайтовые системы настоящих актёров решили отказаться. Ей на смену пришли полноценные 3D модели персонажей. Вау! Mortal Kombat 4 3D и от спрайтовой системы решили отказаться. Блять, это очевидно. Но, кстати, это, блять, актриса, которая играла Соню в Mortal Kombat 3. Она потом в четвёртой части тоже сыграла Соню. Соответственно, лица они переносили, блять. Так, чё там, блять, он дальше будет пиздеть. Надеюсь, у нас хотя бы, блять, здесь Mortal Kombat Gold вспомнит или тоже пропустит, блять, как будто её и не было. Как и трилогию. И именно в этой части мы могли поиграть за таких культовых персонажей, как Таня, Фуджин, Шинек и Кванчи. Игра на момент... А на экране, блять, был Рейка, нахуй. То есть, Рейка, Кай и Джерек можно не упоминать. Они не культовые, да? Блять, интересно, а в чём различие, допустим, Фуджина, Кванчи от Рейка или Джерека? Просто потому, что они, наверное, появились в Mortal Kombat 11, Mortal Kombat X, да? И именно появление в таком дерьме сделало их культовыми. Прикольно, блять. То есть, получается, до того, как Фуджин появился в Mortal Kombat 11, по его мнению, он не был культовым персонажем, да? И когда появится Джерек или Рейка в каких-то частях, может быть, от Mortal Kombat, то они тоже станут культовыми. То есть, блять, Джонни так сказал, блять. Блять, пиздец. А вообще, после, вернее, помимо вот этих персонажей, как его, блять, Кванчи из Шинок, да, он сказал, блять, там ещё какие-то другие. Фуджин, Таня. Там были ещё и другие культовые персонажи. Но, наверное, они не настолько культовые, как Лю Кэнг, этот Скорпион, блять, Саб-Зиро, Рейден. Наверное, мало кто знает этих персонажей, вот, блять. То ли дело Таня, блять. Шинок. Ну, а на, чё там дальше, блять? Коммент выхода очень хорошо продалась, и можно сказать то, что она стала успешной частью франшизы. Ебать, нихуя себе. А до этого я слышал другое мнение по поводу этой игры, что это, блять, провал. Переход в 3D, блять, никто не оценил. Игра хуёво продавалась, блять. А тут, я так понимаю, вышел Фуджин в Mortal Kombat 11, да? Игра сразу начала продаваться. Или, я не знаю, или, может, Джонни, там, блять, купил, блять, какую-то там копию игры, блять. Или скачал с торрента, блять, и посмотрел там, не знаю, по количеству скачиваний, блять. И решил, что эта игра хорошо продалась. Или, я не знаю, блять, что там изменилось, блять, но, я думаю, все прекрасно слышали, как этот же Джонни и другие, блять, долбоёбы, говорили, что Mortal Kombat 4 это провальная часть. Ну, тут смотри, блять, оказывается, она охуенно продалась, блять. Но, как мне кажется, именно с Mythology Sub-Zero, Mortal Kombat 4 и Special Forces у команды начался маленький кризис. Ебать. Пиздец, сука. Как ему кажется, именно с Mythology Sub-Zero, Mortal Kombat 4, Special Forces, блять. Ты бы еще все вообще игры перечистил, блять. Deadly Alliance, Deception, Mortal Kombat 3, Ultimate, Trilogia. Вообще вот все перечисли. И вот с этого начался кризис, блять. Ебануться, блять, можно. А, кстати, Mortal Kombat опять эту трилогию и Голд он пропустил. То есть, блять, Mythology Sub-Zero, 4 и Special Forces. Почему нету Голд? После Mortal Kombat 4 вышел Mortal Kombat Голд. Или после него, получается, кризис не начался, да? Как-то, блять, ну ебанат, что можно даже сказать. Они не могли придумать что-то интересное. Нихуя себе не могли придумать что-то интересное. Ну что, долбоеб, что ли? А одного того, что это в 3D перешло, это не придумано новое, не, блять? Ладно, следующие моменты, блять. Новые персонажи, блять, которые ты сам даже перечислил. Культовые, блять. Не, тоже хуйня, блять. Оружие, блять, в этой игре стало доступно. Тоже хуйня, блять. Интерактивные предметы, как вот камни, даже сейчас видно на экране. Потом эта хуйня, блять, перекочевала только в Mortal Kombat X. Тоже хуйня, да? Не придумано, ничего, блять. Совершенно нихуя нового по сравнению с Ultimate Mortal Kombat 3. Вот прям одна игра. Но при этом почему-то она, блять, хуже, чем Ultimate Mortal Kombat 3. Охуенно. Как я уже говорил, данная игра находится на стыке эпох. Время, Deadly Alliance и PlayStation 2 еще не наступило. Но игра также проигрывала Ultimate Mortal Kombat 4 в плане геймплея. Да, Ultimate Mortal Kombat 4, может, она и проигрывала, блять. Что это вообще за игра такая, Ultimate Mortal Kombat 4, пиздец. Даже никогда не слышал о таком, блять. Но вот именно этой игре она, наверное, проигрывала. Он был не настолько интересным. И... Чего, блять, было не настолько интересным? Но игра также проигрывала Ultimate Mortal Kombat 4 в плане геймплея. Он был не настолько интересным. Не настолько интересный геймплей, блять. А в чем он не настолько интересный? В чем разница? Здесь можно самому комбы придумывать. Кстати, тоже один момент. Который можно вписать в этот, блять. Ну, как в новые вот эти, да, решения в этой игре. Но они нихуя не придумывали, блять. Вот. Но тем не менее, да, блять. Можно комбы, блять, самому придумывать. Нет вот этого запрограммированного. Это что, хуйня, что ли, блять? Это неинтересно? Пиздец. И, смотря на нее в ретроспективе, Mortal Kombat 4 лично для меня ничем не выделяется. Я ее также играл в детстве, но все эти воспоминания очень быстро забылись. Да во что ты, блять, в детстве играл, нахуй? 10 минут, блять, на компьютерный клуб, блять, мамка бабок давала, да, блять, чтоб ты пошел поиграл, блять? И все. Ваше, блять. Во что ты, блять, как ты мог в нее играть, нахуй? Если ты играл, блять, на Сеге. А 15 минут в день, там, или полчаса, блять, этого, понятно, недостаточно. Не самая худшая часть серии, но и не самая лучшая. Поэтому максимум... А, блять, а сказать то, что, например, онлайн-турниры по Mortal Kombat 4 проводятся, не надо? То, что, значит, Ultimate Mortal Kombat 3 до сих пор играет прям миллионы людей. Хотя там, на самом деле, Чейка 3-4 есть только, блять. Это, значит, сказал. А то, что онлайн Mortal Kombat 4 проводятся, нахуй надо, да? Ну, ладно. И Mortal Kombat Gold тоже вообще не сказал, нихуя. То есть, Mortal Kombat 3 логия вообще, нахуй, убрал. Потому что ее надо ставить выше Ultimate Mortal Kombat 3, блять. Ну, у него, сука... Я не знаю, там, какие-то воспоминания, блять. И он не сможет этого сделать. Его говном потом польют. Mortal Kombat Gold, он тоже ее явно не касался, блять. Нахуя упоминать, да? Охуенный топ-лист, блять. Рассказывают какие-то непонятные, блять, выдуманные факты, блять. Вместо того, чтобы объяснять, почему игра стоит на том или другом месте. Там продалась как-то, блять. Кто-то ее разрабатывал. Ему там лично что-то не понравилось, блять. Он ее ставит на более низкую позицию. О плюсах игры не говорит, блять. О минусах игры не говорит. Там кому-то, фанатам, блять, где-то что-то не понравилось, блять. Где-то кому-то понравилось. А у нас в СНГ играли в это. А там это не играли, блять. Эта игра стоит тут. Пиздец, блять. И к этому всему еще даже не все игры упоминает. Класс. Куда я могу поставить Mortal Kombat 4? Это в Тир C. Уже третья игра с этой, блять. Сони Плейстейшн, которую он, вот, ну, ставит в говно. Трилогию он вообще не упомянул. Мифология Сабзира стоит на последнем месте. Mortal Kombat 4 стоит тоже на дне. Ну, Mortal Kombat Gold он не упомянул. Не знаю, может сейчас она будет. Мое почтение, Джинни в дырке. Ну, давайте смотреть. Нет, Mortal Kombat Gold вообще для него не существует. Охуенный Тирлист, блять. Неудобные игры просто не вспоминает и все. Класс. Ну, блять, Special Forces, нахуй. Тут, понятное дело, будет там же на дне. Не потому, что игра хуёвая, а потому, что, блять, наверное, на Плейстейшн вышла. Так, что я говорил про худшую игру в серии? Что это Mortal Kombat Mythology of Sub-Zero. Что ты играл во все игры и... Типа знаешь, о чём говоришь. Встречайте Mortal Kombat Special Forces. Даже несмотря на оглушительный провал мифологии, игра... Чего? Оглушительный провал мифологии? А в чём провал? По деньгам отбилось. По деньгам отбилось? И это провал? То есть, блять, выпустили игру, которая продалась хорошим тиражом, и это провал, блять. А в чём тогда провал? В том, что ты со своими, там, друзьями, блять, в неё не поиграл? Или чё, блять? Или в том, что она на Сегу не вышла? В чём провал? Притом DLC тогда не выпускали, блять. Это сейчас, можно сказать, там, допустим, Mortal Kombat 11 хуёво продалась, блять, но потом продажи DLC, там, всё это, да, окупили, блять. Тогда DLC не выпускали. Тогда вот чистая игра вышла, и всё. Если она окупилась по баблу, блять, какой провал? Ты чё, дебил? И Джону Тобайесу дали ещё один шанс сделать... Джону Тобайесу дали ещё один шанс, блять, директору этой, блять, компании, блять, дали шанс. Интересно, кто дал шанс, блять? Он, наверное, блять, со своими друзьями, блять. Там где-то сидят, блять. Джон Тобайес... Орали, наверное, там где-то, не знаю, блять. На балкон вышли, блять, набухались, блять, и орут. Джон Тобайес, даю тебе, блять, второй шанс, нахуй. А Джон Тобайес сидел, блядь, и ждал, когда ему, блядь, второй шанс дадут. ...спин-офф к серии. На этот раз игра должна была закручиваться вокруг оперативников Джакса и Сони и их вечному противостоянию с Каном и Черным Драконом. Изначально все выглядело очень многообещающе, особенно когда разрабы показывали демо игры на разном... Подожди, разрабы или Джон Тобайес, блядь. ...в разных игровых выставках. ...геймплей был очень похож на серию Лара Крофт. Можно было прыгать на разные платформы, смотреть в самые разные стороны и... Лара Крофт, блядь. Чё именно Лара Крофт? ...переключаться между Джаксом и Сони. ...переключаться между Джаксом и Сони? Насколько я знаю, там можно было только вначале выбирать сюжетную линию Джакса или Сони, а во время игры переключаться нельзя было. Пиздобол. Амбиции были очень большие. Но, к сожалению, разработка данного проекта оказалась сущим кошмаром. Из-за разногласий внутри Midway, прямо во время разработки Special Forces, компанию покидает идейный вдохновитель и один из отцов Mortal Kombat, Джон Тобайес. То есть 30 лет хуярил один Бун, покидает компанию Джон Тобайес. Так, всего лишь идейный вдохновитель, блядь, и один из отцов. Вот, блядь. И получается, что, блядь. И всё, да? Игра... Ну, надо отменять, правильно? Если этим занимался один Джон Тобайес. Он покидает, блядь. Забирает, я так понимаю, как он говорит, все разработки, да? А потом, получается, Бун решил выпустить вот этот сырой продукт. Но виноват Джон Тобайес. И если Джон Тобайес является идейным вдохновителем, кто ему, блядь, дал зелёный свет на то, чтобы делать какой-то ещё один проект? Если он идейный вдохновитель, блядь. Не знаю, может, у него какой-то свой вариант, блядь, есть ответа. Но, по-моему, он долбоёб. Эта история, на самом деле, очень мутная и не до конца понятная. Ну да, конечно, до конца не понятная, очень мутная. Потому что виноват Эд Бун. А крыть хуями Эда Буна, ну как-то, блядь, сейчас ему не хочется, наверное. Потому что, блядь, он решил тупо выпустить сырой продукт, а и так схавают, блядь. Нормально. А виноват Тобиас. Джон хотел, чтобы все идеи, которые разработчики придумывали для игр Мидвей, были за ними. Какие разработчики, блядь. Мидвей есть разработчики, блядь. Я знаю, там момент есть один-то с Mortal Kombat Gold. Вот опять же, Андон, блядь, не сказал нихуя, блядь. А вот сейчас это было бы как раз в тему. Потому что Mortal Kombat Gold, там занималась какая-то компания портом. Mortal Kombat 4 на Sego Dreamcast. Вот, блядь. И получается они, ну это отличается, естественно, Mortal Kombat Gold от четвертой части. И они захотели туда добавить персонажа Белок. Или Белок там, блядь. Вот, собственно. А эти, блядь, Мидвей, они отказались. От этого. Вот, это единственный случай, когда я знаю, что кто-то там левый захотел добавить персонажа. Вот, блядь. Но это не были разработчики. Это была компания, которая занималась портом игры. Потому что они уже делали порт готового продукта. Mortal Kombat 4. И еще один момент интересный. Они тогда вот отказались от вот этого Белока. Потому что это идея не компании. Но при этом до этого они уже создали персонажа Эрмак. Который тоже не идея Мидвей. Это персонаж, рожденный по слухам. Пиздец. Следующий момент это Скарлетт, блядь. Тоже баба, которая, блядь, там, фанатами придуманная, как Эрмак. Ну и сейчас вообще пиздец класс. Начиная с Mortal Kombat 9, Бун. Ну, кстати, вот Скарля тоже в Mortal Kombat 9 появилась. Но помимо этого, блядь, я вижу, как Бун реально заботится о том, чтобы все персонажи были исключительно созданы компанией. Это Фредди Крюгер, Кратос, Кожаное Яйцо, Чужой Хищник, Терминатор, Рэмбо. Все эти персонажи созданы Мидвей. Класс. Вот, поэтому я не знаю, конечно, тут пиздит. Скорее всего, это пиздеж какой-то, блядь. Вот, я этого не знаю. Но вот такой случай вот с Белоком, который был. Вот это да. Но опять же, его портировали, его хотели в игру внести не разработчики, а эти, блядь, люди, которые занимались спортом. Вроде так. Но, как мне кажется, компания оставляла все права только себе. Как мне кажется, компания... Блядь, подожди, ты... Мало того, что ты, блядь, делаешь вместо Терлиста какую-то, блядь, хуйню информацию, так эта информация еще, блядь, мне кажется. Ебануться можно, блядь, ему кажется, блядь. Конечно же, блядь, все права на персонажей остаются у этих, блядь, у разработчиков. Ну, помимо, естественно, вот этих гостевых уже, так сказать, именитых персонажей, блядь. К чему это было сказано, хуй его знает, блядь. Вообще, к чему все эти, блядь, информации, блядь? Кто когда создал, откуда ушел? Блядь, Терлист, скажи, почему эта игра у тебя на последнем месте? Это на первом, это там на третьем, это на шестом. Ебануться, блядь. Джон Тобиас ушел, блядь, там. Эд Бун пришел. После его ухода... А, кстати, насчет того, что Эд Бун занимался Mortal Kombat 4, он ничего не сказал. Хотя игра тоже, блядь, не очень. То есть, Mortal Kombat Mythology of Sub-Zero он обосрал и сказал, что этим занимался Джон Тобиас. Special Forces of Sub-Zero говорит, что это Джон Тобиас, блядь. Mortal Kombat 4 занимался Эд Бун, он не сказал об этом. И Mortal Kombat Special Forces потом выпустил Бун, он тоже об этом не говорит. Класс, блядь. Да, данная игра была на 100% обречена на провал. Финальный продукт, который выдали Midway, совсем не была похожа на то, что они рекламировали в начале. Кооперативный режим был недоступен, так же, как и Sony. Какой кооперативный режим? Онлайн, что ли? Игру очень жёстко сократили и убрали нелинейность. Сюжет стал скучным и однобоким. И кто в этом виноват, блядь? Сразу стало очевидно, что это просто незаконченная игра. Она так же, как и мифология, провалилась. Пиздец, как и мифология провалилась, блядь. Мифология окупилась по баблу, блядь. Провалилась, блядь. Это как же, так и как и мифология провалилась. То есть, наверное, тоже она окупилась, да, блядь? Так среди игроков, а так и среди критиков. Не знаю, я играл в эту игру, и, конечно, я не могу её назвать прям охуенной какой-то, блядь. Но, тем не менее, для разнообразия в неё поиграть можно. Тем более, если бы не эта игра, я не знаю тогда, что было бы Шаолин Монкс. Потому что многие наработки отсюда перешли туда. Даже вот эти эмблемы там, как... Ну, я не знаю, кто играл, кто не играл, блядь. Ну, кто играл, тот поймёт. Тут есть, короче, такая штука, собираешь жизни, а не такие... Ну, как логотип дракона, вот этого, Мортал Комбата. Такая же самая штука перешла в этот, блядь, как его, в Шаолин Монкс. Вот этот уровень здоровья, блядь, полоска энергии, всё туда перешло. Если бы не Спешл Форсес, блядь, Шаолин Монкс был бы на уровне Спешл Форсес. Он же говорил, что мифология Саб-Зера самая худшая. Теперь Спешл Форсес самая худшая. Что дальше самая худшая? Ну, уже, наверное, ничего, потому что PlayStation уже закончилась первая. Вот, блядь. Наверное, дальше только лучше будет. И я думаю, что это на данный момент самая худшая игра в серии. Да, даже хуже, чем Mythologies. Ты забыл сказать, что ты играл в них все, ты её прошёл на стриме. Вот, и это реально самая худшая игра, и ты можешь об этом говорить. Deadly Alliance И, к счастью для всех нас, именно в этот трудный момент Эд Бун и Команда выпускает Mortal Kombat Эд Бун и Команда опять. В этот трудный момент Kombat Deadly Alliance Игра так провалилась в Спешл Форсе, что они потом новый движок сделали, блядь. Новую игру выпустили. Уже к 2002 году аркадный бизнес практически загнулся. И Midway сфокусировали все свои внимания к домашним консолям нового поколения. Они не стали отказываться от своих... А Спешл Форсес тоже был на аркадах, что ли? И мифология Саб-Зира. Их 3D-наработок? Ну, наконец... Они не стали отказываться от 3D-наработок. Так это ж хуёво получается. Нашли ту геймплейную формулу, которая работала. Нашли геймплейную формулу, которая работала. Это какой, блядь? Более мощная приставка, что ли? Какую формулу они нашли? Если они не отказались от своих наработок. То есть, наработки старые. Получается. Эта приставка, блядь, более мощная. Конечно, тут 3D будет лучше. Хотя я постоянно слышал, что эти игры не особо хвалят, блядь. Deadly Alliance также изобиловал новыми интересными персонажами. Как я помню, именно здесь появились Барай Чо, Кенши, Ли Мэй и... Фрост. Добавьте сюда... То есть, когда появились новые персонажи в Mortal Kombat 4, это были Рейка, Джерек и Кай. Ну, других он упомянул. Ну, потому что их нельзя не упомянуть, они уже вышли в новых играх. То это фигня. А когда в Deadly Alliance появились новые персонажи, это классно. Перечислил, кстати, даже Ли Мэй, которой не было в новых частях. Там она появлялась в этом, в катсценах и всё. Очень интересную сюжетную завязку, которая действительно двигала франшизу вперёд. О, да, действительно, блядь, очень интересная завязка. То есть, когда, значит, мифология Саб-Зира развивала... Развивала Саб-Зира, да, рассказывала его историю ещё до турнира, блядь. Там появился Шина, Куан-Чи, Боги Земли, Фуджин первый раз там появился. Там не надо об этом говорить. Там ни сюжета, ничего не было. Там только камера не показывает, что за углом. А Deadly Alliance, там где у нас Шан Цунг опять и Куан-Чи, вот это да, вот это подвигало сюжет. За Mortal Kombat 4 тоже не сказал, что сюжет развивает. Нахуя? Там свои минусы, там минусы, там хуйня, там хуйня. Special Forces тоже не сказал, что развивает сюжет этого, блядь, Черного Дракона, вот это, Сони, Джакса. Так что-то там два слова сказал и всё. То есть, там развития сюжета не было. А тут, когда два колдуна объединились, вообще непонятный босс какой-то, Шан Цунг и Куан-Чи, всё заново. Шан Цунг уже был, Куан-Чи вообще был обычным персонажем. Боссом не был, тут его боссом сделали. Да, действительно. Двинулась сюжет просто... Просто вперёд. За угол, там где камера показывает. Это настоящий хит. Это настоящий хит. Это действительно был новый, современный Mortal Kombat, который заново открыл серию. Новый, современный Mortal Kombat. А Mortal Kombat 4 вообще не отличался от предыдущих частей, да? Mortal Kombat Special Forces, первая игра, там где ты бегаешь в 3D в этом, блядь, пространстве, да? Это не совершенно новое, да? Всё было. Ну ладно. Игра продалась очень хорошим тиражом и открыла прямую дорогу для сиквелов. Для сиквелов. Сиквел, блядь, Deception. Значит, она продалась очень хорошим тиражом, и это хорошо. А Mortal Kombat Mythology Sub-Zero купилась, и, естественно, тоже продалась хорошим тиражом. Это плохо. Это провал. Deception и Armageddon. И нельзя переоценить... Деception и Armageddon это сиквелы, блядь. Пиздец. ...и оценить роль Deadly Alliance в истории МК, поэтому я ставлю эту игру в категории B. Нельзя переоценить её в роли, это, в сюжете МК. Развитие, да? Ну, пиздец, конечно, да. Когда Шан Цунг и Куан Чи объединились, это действительно, это... Это больший сюжет. Это больший вклад в сюжет, чем появление Шина, как Куан Чи и Фуджина. Чем развитие истории персонажа. Да. Обалдеть. Опять же, раньше он об этом не говорил. Ни за мифологию, ни за Mortal Kombat 4. За продвижение сюжета. Вот для Альянс. Да. Другое дело. Она, возможно, не так легендарна, как первые части, но... Может... Кстати, а... Совпадение не думаю. Mortal Kombat Deadly Alliance вышел... На PlayStation 2. Там, где вышел Mortal Kombat Shaolin Monks. Совпадение не думаю. Достаточно близко. Не такая легендарная, как первые части, но достаточно близко. Блять. А нахуя Deception рассказывать? Ведь был Deadly Alliance. Трилогию не упомянул на том же движке, что и Mortal Kombat 3 и Ultimate. Mortal Kombat... Gold не упомянул на движке Mortal Kombat 4. Зачем Deception и Armageddon теперь говорить? А не на том же движке, что и Deadly Alliance сделан. А, ну да. Это же PlayStation 2. Здесь вышел Shaolin Monks. Deception можно назвать эдаким Shaolin Monks 2.0. И, возможно... Блять, чего? Deception Shaolin Monks 2.0? Гляньте на... На лицо Рейдена. Он сам охуел, блять. Блять. Deception это Shaolin Monks 2.0? А не чё, что Deception это вообще-то файтинг, а... Shaolin Monks это... Скажем так... 3D адаптация первых частей. И Mortal Kombat Deception вышел раньше на год, чем Shaolin Monks. И при этом Deception это Shaolin Monks 2.0? Блять. Пиздец, блять. Можно лучшей игрой 3D-эры Mortal Kombat. Они не просто улучшили лучшие аспекты прошлой игры, но и добавили новые режимы, которые всем пришлись по вкусу. Были... Кому всем? Добавлены мини-игры по типу шахмат и тетриса, и можно было даже зарубиться по онлайну, что для того времени было настоящим прорывом. Но самое важное это... Вау, онлайн. ...что появился большой, детализированный, открытый мир в режиме Conquest. Большой, детализированный, открытый мир в режиме Conquest. Это лишь Shaolin Monks 2.0, да? Если вы когда-нибудь хотели попутешествовать по опасному миру Mortal Kombat, теперь у вас была такая возможность. Не знаю, у меня такая возможность была еще в мифологии Саб-Зиро. Тем более, там реально опасно. Он же подыхал на каждом шагу. Чем там меньше опасно, чем здесь, блядь? Пиздец. Геймплей в корне не поменялся, но, наверное, этого и не требовалось. Да, действительно, нахуя было менять что-то? ...рассматривать Deception. Мортал Комбат 4 поменялся, геймплей, это плохо. Мортал Комбат... ...это, блядь, Deception не поменялся, геймплей, это хорошо. Мортал Комбат 3 все поменялось от Мортал Комбат 2, это хорошо. Прикольно, блядь. ...как улучшение Шаолин Монкс, то игра смотрится очень бодро. Блядь, как улучшение Шаолин Монкс. Пиздец, еблан, ты хотя бы Википедию открой, почитай, когда вышел Deception и когда вышел, блядь, Шаолин Монкс. Какое нахуй улучшение Шаолин Монкс? Блядь. Джинни в дырке, блядь. Она хорошо продалась. Пиздец, если б реально, блядь, Шаолкан мог озвучить его вот этот обзор, блядь, он бы сказал, Джонни, it's official, you, еблан, блядь. You suck, Джонни, блядь. И она улучшила те идеи, которые были в новой 3D-эре Мортал Комбат. Несмотря на то, что эта часть лучше предыдущей практически во всех аспектах, кроме истории, я её могу... Кроме истории, блядь, то есть объединение двух колдунов, блядь, старых, блядь, обычных двух персонажей, и типа сделали из них босса, это лучший сюжет, чем, блядь, древний император внешнего мира, король дракона Фанага? Который круче Шаолкана? Не, ну после того, что Мортал Комбат Десепшн это Шаолин Монгс 2.0, я уже не удивляюсь, конечно. Блядь, но... Но всё равно пиздец. Поставить только сюда. Вот... Хуйня! Мортал Комбат Десепшн, хуйня! Лучший Мортал Комбат для Альянс, самая лучшая игра 3D-эры, блядь. Но она стоит хуже, чем Мортал Комбат Дедли Альянс. Смотрю я на все игры в перспективе и понимаю, то что раньше было лучше. Да? Мифология Саб-Зера лучше, чем Мортал Комбат 11? Спешл Форсес лучше Мортал Комбат 11? Я так понимаю, что новые части, Мортал Комбат 9, Х и 11, будут хуже, чем Спешл Форсес. Потому что раньше было лучше. О, сейчас начнётся, блядь. Мастурбация, блядь. Во время разработки Десепшн у Мидуэй уже были серьёзные финансовые проблемы. В руководстве компании сидели одни дилетанты, и у студии не было других крупных доходных проектов, помимо Мортал Комбат. А до этого у них были крупные доходы проектов или что? Не, они там, конечно, выпускали что-то, есть там отдельные игры у них, даже рестлинг, помню, выпускали, но всё это фигня. Мидуэй постепенно шла к банк...